Добрый день! Мы приветствуем участников тестирования препаратов для мизотерапии американского производства и методики микронидлинга презентации, которая состоится в Москве 22 ноября. Врач и пациент, представьтесь, пожалуйста. Добрый день! Меня зовут Буянова Елена Юрьевна. Я врач-дерматокосметолог клиники Далай-Тланцет и главный врач Центра эстетической восстановительной медицины Айлана Клиники. Моя пациентка Лидия. Какую задачу решали? С Лидией мы решали задачу коррекции второго подбородка, уменьшения выраженности подкожно-жировой прослойки и протяжки кожи в данной зоне. Хорошо. Немножко расскажите про то, какой у вас был курс, сколько процедур, когда была последняя процедура, какую роль вы использовали? Мы провели три процедуры. В среднем один раз в неделю. С периодичностью. Последняя процедура была у нас 5 дней назад. Здесь роллер длина иглы? Да. Значит, использовали мезороллер, длина иглы 2. А обезболивание было? Обезболивание первый раз не было, но в дальнейшем мы все-таки решили, что нам будет комфортно с обезболиванием. Так, хорошо. Ну и что тогда можете сказать по результатам? Есть эффект, нет эффекта? Ну, в целом результат мне понравился, с учетом, что мы провели всего три процедуры. Уже начиная со второй процедуры я заметила, что кожа становится более упругой и даже выраженность второго подбородка стала меньше. То есть, явно результат нарастающий. И надеюсь, что при продолжении курса терапии мы сможем увидеть более выраженный результат, которого хотим в идеале добиться. Лидия, видите ли вы результат? Ну, в общем, определенный результат есть. Наверное, даже не столько я его замечаю, сколько окружающие меня любят. Спрашивают, что я делаю. Отмечают, что я стала лучше выглядеть, что кожа более подтянутая, что я выгляжу свежее, чем выглядела раньше. То есть, результат есть, безусловно. Так иногда бывает, что друзья, там, окружающие замечают быстрее, чем мы сами или врач тоже. Хорошо. Скажите, пожалуйста, во время процедуры какие ощущения? Ну, безусловно, нужно обезболивание, потому что процедура не очень комфортная, если не наносить никаких препаратов обезболивающих. Она такая, достаточно напряженная. В целом, никаких проблем не возникает. То есть, покраснение кожи, возникающее во время процедуры, достаточно быстро проходит. Ни в каких-то аллергических реакций ничего не мучают. Дискомфорта особого нет. Я хочу добавить, что в данной процедуре мы использовали мезороллер с длиной иглы, которая рассчитана для тела, для лечения целлюлита. Поэтому здесь ощущения по лицу более выраженные. Да, конечно, 2 миллиметра. Да. Скажите, мы здесь выбрали раствор СиЭль, да, вот как бы это лечение целлюлита, вот именно в связи с данной задачей. Тогда еще к вам вопрос, Елена Юрьевна. Как врач со своего практического опыта, вот сравните, пожалуйста, процедуру мезотерапии классическую иглой и микронидлинг. Вот вы сейчас попробовали на практике, что понравилось, что-то, особенности какие-то, как видите. С использованием мезороллера, конечно, чувствуешь себя более безопасно, более комфортно при работе с пациентом. То есть нет такого напряжения и какой-то озабоченности, попал ли в сосуд. В общем, можно более спокойно, комфортно делать эту процедуру. И в целом пациент переносит ее гораздо легче, чем с использованием классической иглой. Ну и в целом мне процедура понравилась. Ну вот да, там еще, знаете, вопрос эффективности часто затрагивается, что вот чаще всего есть такое мнение, что мезороллерная терапия, микронидлинг в том числе, это вот больше из-за того, что идет раздражение кожи частым прокалыванием, вот роллером. И фактически это является основным терапевтическим компонентом данной процедуры, а не, собственно, использование или пропись раствора мезококтейля, который используется. Вот насколько вам эта позиция близка? И по практическому опыту вот скорость того эффекта, который вы видели, с предполагаемым вариантом, если бы это была классическая мезотерапия иглой, насколько там быстрее, медленнее? Ну, несомненно, конечно, с учетом использования мезороллера, частота прокола, она гораздо выше, чем классическая иглой, и скорость проведения процедуры, и интенсивность, и частота этих проколов, она гораздо более выражена. Поэтому и можем как теоретически предположить, да, что, если посмотреть, наверное, под микроскопом, мы увидим, насколько интенсивно обработана поверхность кожи, и проникновение соответствующих веществ тоже будет более часто и более эффективное. Так и по результату мы видим, что подтяжка есть, соответственно, раздражающий эффект вот самого мезороллера. Он играет здесь серьезную роль, но препараты, конечно, наверное, основную роль несут в своем эффекте в данном конкретном случае, в любой ситуации. Лидия, скажите, пожалуйста, вот с этой задачей раньше как-то боролись, какие-то, применяли методики раньше? Нет. Первый раз, да? Первый раз. Первый раз. Хорошо. Хорошо, спасибо за ваш отзыв, за ваше участие. Приглашаем вас 22 ноября в 11 часов на презентацию и научно-практический семинар по микронидлингу, чтобы вы могли сказать свое мнение, поделиться практическим опытом с коллегами. Я предложил бы вам продолжить курс, потому что стандартный вариант мезотерапии, в том числе при данной задаче, это порядка во сне процедур, да, и тогда приглашаю вас, вот, может быть, еще раз встретиться после окончания, посмотреть уже, как эффект выглядит, вот, когда целиком все, полноценная процедура, полноценный курс проведен. Вот, спасибо вам и до встречи на презентации. Спасибо, всего доброго.